Каждый человек сталкивается в жизни с определенными трудностями. Будь то личные проблемы или же профессиональные неурядицы, а то и природные катаклизмы. В подобных ситуациях наш организм реагирует эмоциональным и физическим напряжением, которое собственно и является стрессом. По мнению ученых, в небольших дозах стресс даже полезен, ведь он мобилизирует внутренние резервы организма. Но если это состояние приобретает хроническую форму, то стресс переходит в так называемый дистресс. И вот тут начинаются проблемы. Когда дистресс возникает, когда появляется раздражительность, утомляемость, бессонница, кошмарные сновидения могут быть, понимаете. Человек оценивает, пессимистически оценивает свое будущее, свое настоящее. То есть он считает, что он никому не нужен. Он в тягость, обуза семье. Некоторые люди так считают. Другие люди, наоборот, становятся агрессивными, понимаете. И вот когда вот это переходит за ранки, сам человек не понимает зачастую, что с ним происходит. А родственники начинают замечать, что с человеком происходит. Что-то он не такой стал, как раньше. При возникновении подобных симптомов человеку настоятельно рекомендуется обратиться за помощью к специалистам. Но зачастую многие стесняются похода к психологу, считая, что это может испортить им репутацию в глазах окружающих. Но не стоит забывать, что стресс – это такая же болезнь, как воспаление аппендицита или грипп. В нашем регионе любой желающий может обратиться за помощью в республиканский психоневрологический диспансер. Здесь высококвалифицированные специалисты определят степень заболевания и подберут индивидуальное лечение. Кому-то достаточно только медикаментозное лечение, кому-то психотерапевтическое. В некоторых случаях, конечно, мы совмещаем и психотерапию, и медикаментозную коррекцию. Ну, происходит как? В первую очередь мы беседуем с больным. Это рациональный метод психотерапии. Говорим долго, много обо всём. И по ходу беседы, естественно, у нас складывается представление о методе лечения, какую тактику мы будем, внушаемость пациента, потому что это очень важно, его гипнабельность для проведения вот этих психотерапевтических сеансов. Безусловно, современный темп жизни является одним из факторов, провоцирующим развитие стресса. По оценкам специалистов, до 70% россиян находятся в состоянии стресса постоянно. И если вы входите в их число, ни в коем случае не стоит пренебрегать помощи специалистов.